В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства прошло открытое совещание по итогам и планам реализации на территории области программы «Безопасные и качественные дороги». В нем, наряду с чиновниками и экспертами, приняли участие рядовые жители Саратова и Энгельса. Впрочем, серьезной дискуссии с их участием не возникло. В основном, с докладами все же выступали чиновники. Так, из выступления профильного министра Николая Чурикова стало известно, что общий бюджет программы в 2018 году составит 2 миллиарда рублей. Из них половина поступит из федеральной казны и столько же обеспечит регион. При этом 750 миллионов будет направлено на дороги федерального и регионального подчинения, на дороги города Саратова порядка 800 миллионов рублей, и на дороге Энгельса 420 миллионов рублей, что почти в два раза больше тех средств, которые были выделены в 2017 году. Выступающие с гордостью отмечали, что к 1 сентября этого года все значимые объекты уже завершены, то есть приведены в нормативное состояние. Среди них, например, такие, как дорога Елшанг-Песчаный Мед, автомобильный подъезд к Саратову по Усть-Курдюмской трассе, участок важнейший для региона магистрали Тамбов-Артищево-Саратов. Эту дорогу даже сравнивают по своей значимости с федеральной трассой. Также в минувшем году был приведен в норму 20-километровый участок дороги Саратов-Энгельс-Волгоград. В Саратове работы были успешно проведены на 38 участках общей площадью 393 тысячи квадратных метров. По словам председателя городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадия Сверидова, в этом году запланированные работы удалось завершить не под Новый год, не под Белой мухи, что называется, а к началу календарной осени. В 2018 году в областном центре намечено охватить дорожными работами 44 объекта. Александр Блонский, Олег Бирюков, Саратов-24.